Добрый день, дорогие друзья! С добрым, тёплым вас весенним днём на улицах у нас. Слава Богу, уже появились служи, весна всё-таки наступает, берёт вверх, что говорится. И с хорошим настроением давайте начнём сегодняшнюю передачу. Чему посвящена наша сегодняшняя передача? Прежде всего, патриотизму. Скоро у нас с вами наступает 1 мая. И самый яркий, наверное, праздник, самый такой мощный праздник на данный момент – это 9 мая, День Победы во Второй мировой войне, День Победы в Великой Отечественной войне. Мы с вами все помним этот праздник, много лет чтим память наших героев, павших и живых. Мы все с вами поздравляем наших замечательных ветеранов, детей войны, Всех любим, наше старшее, замечательное поколение, которому столько прошлось пережить. Поэтому с наступающими праздниками, основными праздниками весны. И всем здоровья, главное здоровья. Здоровья, любви, понимания, мудрости, терпения. Итак, друзья, сегодняшняя наша передача посвящена патриотизму. Мы решили поговорить о том, как наши учителя, наши классные руководители, вот на данный момент я пригласила руководителей 21-й школы, учат наших с вами детей быть патриотами своей страны. Патриотами своего класса, кабинета, школы, квартиры, дома. Патриотами семьи, патриотами среди друзей, патриотами среди всех нас. Это очень сложная тема, очень серьезная тема. И я думаю, что многие сейчас будут говорить, а никто этим не занимается, никому это не надо, что у нас дети невнимательные, и вряд ли это кому-то надо. И поколение... Вот недавно я услышала опять очередную раз фразу, что упущенное потерянное поколение – это все неправда. Наши замечательные учителя в школе делают эту работу. Я воспитала и вырастила четверо детей, я вас уверяю, эта работа делается. И делается, и замечается она тогда, когда хотим мы этого заметить. Все зависит только от нашего желания. Итак, я вам представляю учителей, замечательных учителей, из которых я знаю много-много лет, учителей 21-й школы. Слепцова Альбина Моисеевна у нас в педагоге с огромным стажем. Это педагоги начального звена, очень важно, где закладывается основа всего этого. Куклина Мария Витальевна и Ефремова Наталья Анатольевна. В свою очередь хочу сказать огромнейшее спасибо директору школы, Лидии Николаевне Шараповой, за то, что она отпустила замечательных наших учителей, поговорить об этом не только в рамках города, но и в рамках республики, и чтобы люди могли поделиться своим опытом, передать свой опыт. Огромное спасибо. Итак, давайте начнем. Мы говорим о том, что многие родители и бабушки, и дедушки не замечают о том, что у нас в школе происходит патриотическое воспитание. Так как мы с этим не согласны, давайте мы побольше об этом расскажем. Марина Витальевна, начнем, наверное, с... Вы у нас такая красивая сегодня, вся в белом прямо. Поэтому давайте начнем с вас. Вы много лет работаете в школе, 42 года стаж, огромнейший стаж, огромнейшие награды у вас есть. Расскажите, как вот вы с первого класса начинаете вот детям давать вот эту возможность быть патриотами, любить все, что их окружает? Ну, начнем с того, что мы начинаем вместе работать учитель, ученик и родитель. Трияда. То есть все вместе. Обычно мы заранее готовим план воспитательной работы, обсуждаем с родительским комитетом и, конечно же, отмечаем там важные даты. Вот вы правильно отметили, что 9 мая – это действительно великие праздники. К нему один день не готовятся, к нему готовится весь учебный год. И у нас получается красной линией практически это так и проходит. Начнем с того, что научно-практические конференции, посвященные... Вот, кстати, в этом году наши ученики успешно выступали на школьных, городских, республиканских, международных конкурсах, региональных, посвященных педагогам, наставникам и героям нашей семьи. У каждого в семье есть свои герои, которые положили головы за наше светлое будущее, да? Ну, этот момент прошел очень успешно. Поближе к микрофону. А далее, значит, к 9 мая мы готовимся тоже, вот я еще раз повторюсь, что весь учебный год, различные конкурсы, принимаем участие. И не только это делают учители и дети, но и нам большую помощь оказывают, конечно, родители. Но родители – это важно. Как можно вообще без родителей воспитать ребенка вот в том русстве, о котором мы мечтаем, что говорится? Это же невозможно. И потом это уже пошло поколение молодых родителей, которые тоже, в свою очередь, учатся вместе со своими детьми. Надо сказать, что большую часть все равно ложится на их плечи, потому что без них мы бы этого и не сделали. Что на уроке, что во внеурочной деятельности. Что можно еще сказать? Значит, у нас вторые классы. Первый раз принимали активное участие к 23 февраля смотру «Песни и строя». Это было великолепное мероприятие. Вот вам, пожалуйста, патриотизм. Мы детей воспитываем настоящими защитниками. Это вот там форма, родители бегают, все покупают, идут, тренировочек, все сколько, я помню. Только я не помню. Это начинается со второго класса, не со второго класса. До второго по одиннадцатый класс. Это было великолепное мероприятие. Родители все были довольны. Мы очень переживали за своих детей. Вот вам, пожалуйста. Дальше мы перед тем, как у нас начался смотр «Песни и строя», мы проводили сочинение. Значит, я будущий защитник нашей Родины. Обычно мальчишки пишут, что когда им исполнится 18 лет, они пойдут в школу. Что меня поразило? Оказывается, есть в классе девочки, которые тоже вырастут и пойдут защищать нашу Родину. То есть в армию собираются? Конечно, да. Я была очень удивлена и, честно говоря, порадовалась за этих детей. Ну, конечно, они маленькие, у них пока свои планы, потом со временем это все будет меняться, да. Но, тем не менее, большинство все равно, скорее всего, сохранят свои вот эти желания и пронесут их сквозь долгие годы учебы. Я совершенно с вами согласна. Кроме этого, еще и разные есть мероприятия. Но я думаю, что все-таки поддержка коллег. Один начинает, другие поддерживают. Очень много мероприятий. Все как-то вот сразу и даже... Ну, 21-я школа славится тем, что и директор всегда поддерживает. Что вот Ермолаев был Сергей Артемович, что сейчас Лидия Николаевна активно вас поддерживает. Это очень радует на самом деле. Школа вот славится тем, она мощная. Но она действительно присутствовала. В нашей школе история тоже большая. Конечно. Потому что Бутвина Владимир Яковлевич, Обчинникова Надежда Николаевна, именно мы как раз работали при них, заложили такую основу многих традиций, которые мы, в принципе, стараемся из года в год как-то поддерживать, усилить, увеличить. Это очень хорошо. Обычно же приходит новый руководитель, и многое ломается, меняется. Но я вот так понимаю, что Лидия Николаевна вас во многом поддерживает. Это огромный плюс. Просто огромный плюс. Еще раз спасибо огромное Лидии Николаевне Шараповой за ее такую активную работу внутри школы. Это очень здорово. Огромное просто спасибо. Низкий поклон, скажем так, даже. Альбина Моисеевна, что-то вы молчите. Вот у нас Наталья Анатольевна включилась в диалог. Альбина Моисеевна. Нет, я совсем согласна. Да. Совершенно верно. Что у нас традиции заложены были, начиная с Ботвина. И эти традиции мы как бы продолжаем. И хотелось бы вот все мероприятия, которые у нас проводились, отметила Марина Витальевна. А я еще хочу отметить фестиваль патриотической песни, который тоже у нас традиционно проводится в нашей школе. То есть изучение этих песен. Так вот, на примере моего класса, если спросить, какая у вас любимая песня, они все скажут «Россия». Олега Газманова. Да, 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 Россия. Почти все скажут «Любимая песня – Россия». Вы знаете, я вот как мама, у меня нет педагогического образования, естественно, как бы. Да я просто мама, я вот служу со стороны. Я как мама считаю, что любой праздник, любое мероприятие, которое проводится в школе среди детей, и есть патриотизм. И вот отношения выстраиваются с детьми именно вот когда проходят такие мощные мероприятия. Да, на уроках они общаются, но у них какие-то рамки создаются, да, общение. А вот когда происходит мероприятие, та же осенняя ярмарка, Новый год, они по-другому начинают воспринимать, и в то же время как бы это у них... Осенняя ярмарка – это подготовка к учебному году, да, они такие восторженные все бегут, проводят это мероприятие. Новый год – это все равно мы подводим итоги, да, уходящего года. И дети тоже радуются, потому что все равно мы им рассказываем о том, как они хорошо учились, какие у них были достижения, мы им напоминаем. И мало того, что мы создаем более дружеские отношения, но чем крепче они между собой начинают, что говорится, общаться, тем большее чувство гордости берет за школу, за класс. А это и есть уже задатки того патриотизма, который мы хотим получить, когда ребенок вырастет и станет уже конкретно индивидуальной личностью, да? Вот я хочу в догонку сказать, да? В прошлом году уже было замечательное мероприятие «Битва хоров». Как раз вот мой класс пел «Росиночку», а потом это было городское мероприятие в школе номер 33. Замечательно, потому что сколько вот как раз именно про патриотизму. Каждый ребенок в этой песне, вот «Росиночка Россия», да, каждый ребенок, каждый родитель, каждый житель нашей страны, как раз в этой песне. Замечательная песня. Ну, допустим, взять, если вот эти же мероприятия, ярмарку и Новый год, когда мы готовимся, мы по-любому вспоминаем историю. Историю вспоминаем, ну вот в частности, я вот, допустим, была близка к истории культуры русской и знаю ее как бы, ну, так широко. И мы стараемся рассказать и про Новый год, какие традиции, как они возникли. Как появилась Европа. Как появилась вообще. Затем ярмарка, допустим. А почему вот сборы урожая? А там бывают вот такие праздники, такие праздники. И то, что мы все-таки говорим о нашей истории, говорим о нашем народе в целом, населяющем Россию. То есть вот эти все истоки мы поднимаем. Да, если вот опять же, не отходя далеко, осенняя ярмарка, да? Вот как она ярко проводится? Я ее видела в 33-й школе активно, вот и в 21-й. Ведь каждый класс выбирает свое направление. Вот класс может стоять наряженный только вот в национальные якутские костюмы. Все сделано в едином стиле, красиво. Дети к ним подходишь, они же не только продают, да, или что-то пытаются там. И все показывают. Да, они же еще рассказывают тебе о своей родине, о городе, да, своем, о республике. И сколько вот национально... Там я видела даже один класс был целиком вот в армянском таком стиле. Хотя там, по-моему, только один ребенок вот армянин учится. Но тем не менее, вот они приняли вот это вот направление, и они рассказали об Армении, историю Армении. Там частушки поют, господи, что такое они не придумывают. Есть классы, которые осеннюю ярмарку проводят именно в военной форме. Но это потрясающее что-то. И это действительно очень интересно. И любое мероприятие, которое проводится на самом деле на базе школы, это то, что и ведет нас к тому, чтобы ребенок любил то место, где он живет. Кстати, в нашей школе несколько же было акции «Письмо солдату» и поздравления солдатам. Дети приняли активное участие. Уважаемые телезрители, радиослушатели, если вы помните, мы рассказывали, что мы делали большую акцию, 500 открыток, отправляли поздравления с Новым годом нашим раненым в госпитале Краснодара, Москвы, Петербурга, Ростова. Вот как раз 21-я школа, 33-я школа, Губинский округ. Они приняли самое активное участие. Не потому, что просто некогда было по другим школам. Что говорится, вот кого знала, организатором являлась я. Поэтому, естественно, в эти школы, к этим людям я и обратилась. Очень короткие сроки. Мы должны были успеть, чтобы открытки наши все города получили хотя бы 30 декабря. И 30 декабря все открытки были доставлены. 31 декабря наши раненые все получили поздравления. А потом же мы еще активно писали к 23-му поздравления. 23 февраля, да. Это уже московский госпиталь, да. Если что, вот дети очень были вдохновенно писали. И вот когда, ну, прежде чем отдать организаторам, их же все равно перечитываешь. Конечно, проверили. Все равно чувствовалось детское вот это вот отношение. И все, вот у многих, мы вас ждем, мы вас верим. И вот когда читаешь, прямо даже мурашки по коже, что вот дети все-таки это прочувствуют. И понимают, что вот это письмо дойдет, и понимают, что оно поддержит, и понимают, да, и уверяют в том, что действительно у них есть тыл, что мы их ждем, и ждем их здоровыми, живыми. Ну, это отличный пример, что подрастающее поколение наше на самом деле получает то воспитание, какое должно быть. Что-то растут патриоты, это растут яркие, сильные личности. Ну, конечно, бывают разные ситуации в жизни, как правило, это неизбежный процесс. Но, тем не менее, ведь школа старается делать все для того, чтобы вырастить достойных людей. Альбина Моисеевна, я знаю, что в ваших классах тоже очень много мероприятий проводится, такого порядка, и конкурсы чтецов. Вот расскажите нам об этом. Ну, не только конкурсы чтецов, и классные часы, и утренники проводятся. Но здесь, вы знаете, в свое время, в советское время у нас были октябрята, пионеры, комсомолия, да. Сейчас, как вы знаете, этого нет. Этого нет, не хватает. Не хватает этого, да. Но возрождается же раз. Возрождается. У нас появилась новая программа всероссийская, и она с будущего года будет внедрена и в нашу школу. Ну, сейчас у нас идет адаптация к этой, апробация, то есть апробация этой программы, да. И очень интересная программа, называется «Орлята России». И с будущего года у нас все классы перейдут именно на эту программу. Она очень хорошая программа, затрагивает абсолютно все сферы. Там и экология, это не только патриотизм, там стоит на первом месте, конечно. Конечно, патриотизм, экология, нравственность, эстетич, эстетика. И самое главное, что там все делается самими детьми, а учитель только направляет. Допустим, вот когда начинаешь сейчас отслеживать, что вот орлята появились, я сама начинала работать с пионер-важатой. И вот как раз там были же вот эти вот все направления. И вот сейчас вот действительно новое, это хорошо забытое старое. И очень хорошо, что вот то все возрождается, ну, конечно, оно на новом уровне, но возрождается. И действительно, внимание дается и природе, и людям, и животным. Ну, всему, что ценно. Уважаемые родители, дедушки, бабушки наши, но остается только вот аплодировать и ждать этого момента, когда со следующего учебного года, да, вступит в силу эта программа, и мы увидим яркие изменения, возможности, которые будут открываться в наших детях. И еще больше будем радоваться, что они у нас есть, и они молодцы. Ну, и с большим уважением относиться к работе школы и наших замечательных педагогов. Альбина Моисеевна, ну, сказали А, скажите Б. А 21-й школы кто-то же поехал, наверное, научиться? Ну, невозможно, чтобы программу просто вот внедрили без обучения. Да, конечно, в этом году вот наши два учителя находятся в Орленке непосредственно на берегу Черного моря, обучаются именно этой программе. Это Саргалана Константиновна Котова и Варвара Спиридоновна Васильева. И они будут вести эту программу, ну, как приедут и научат других. Расскажут, расскажут. Ну, кстати, Саргалана Константиновна с 1 сентября ведет свой третий Б-класс, они уже работают по этой программе. Очень много мероприятий она сделала. У нас есть даже стенд в рекреации, где Орлята России, прямо вот четко видно. Все дети подходят и все интересны, что это такое. Очередной этап раскрыт. А так она по тематике меняет. Что это такое, и мы их потягоньку рассказываем. Ну, Саргалана Константиновна у нас, конечно, молодец. Она у нас пошла вперед, а мы будем дальше за ней. Но, с другой стороны, кто-то все равно должен быть первый. Когда-то же это происходит, поэтому никуда от этого не деться. И съездить во всесоюзный лагерь Орленок, это очень здорово. Это очень достойно, во-первых, да? Я когда-то, будучи в 82-м, сама там была. Там действительно готовят хорошую... Ну, там вот в те времена был комсомольский актив. И вот дают задор, дают именно то направление, который распространять и продолжать. То есть вот здесь очень хорошо, что мы снова оказались в Орленке, и оттуда очень, наверное, хорошая традиция. Обучение там долго длится? Десять дней. Десять дней. В принципе, для нас, для людей, которые воспитаны уже в этом русле, это просто легкое напоминание и тоже... Ну, там график плотный. Направление, ну, конечно. Да, потому что там стараются за эти 10 дней явно дать многое. С одной стороны, хорошо, что в нашей стране наконец-то вернулись к этому. Ведь мы же себя помним, как мы радовались, когда надели нам сюда на грузь значок, мы стали октябрятами, мы стремились к этому. Будешь лучше учиться, будешь участвовать везде, будешь что-то, то-то, то-то делать, будешь пионером вперед всех. Мы стремились к этому. Потом комсомольцы. Ну, слава богу, что столько времени прошло, как-то это все забыли. Дорогие друзья, у нас сейчас наступает время рекламы. Вы, пожалуйста, посмотрите внимательно рекламу, никуда не уходите, оставайтесь с нами и продолжим наш диалог. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии с вами я, Ольга Голдобина, и мои потрясающие, прекрасные гости, замечательные наши учителя, которым мы всегда с вами кланяемся всю свою жизнь. За то, что они вырастили и воспитали нас, за то, что они вырастили и воспитали наших детей, внуков и так далее. Итак, еще раз давайте с ними замечательными познакомимся. Слепцова Альбина Моисеевна, стаж работы 40 лет, 21-я школа. Куклина Марина Витальевна, стаж работы 42 года, 21-я школа. Ефремова Наталья Анатольевна, общий стаж тоже 42 года, 21-я школа. И все в одной школе. И все в одной школе. Это просто мощно. Это сильно. И мы продолжаем на данный момент самую горячую тему. Тему, которая беспокоит всех. Родителей, бабушек, дедушек, вообще всех, кто только есть в этом мире на данный момент. Это воспитание патриотизма. Любви к своему дому, к школе, к городу, к республике, к родине, к стране. Это очень важный момент, о котором мы должны говорить каждый день. Должны говорить, ну, не просто вот у нас вот сегодня классный час на тему патриотизм. Мы должны об этом говорить каждый урок. И наши учителя нам с вами сейчас расскажут, как они это делают. Как они это видят, как личности, как педагоги, которые обязаны это вкладывать в наших детей. Как люди, которые любят наших детей и верят в их завтрашний день. Итак, Альбина Моисеевна, давайте продолжим наш замечательный диалог. Я так понимаю, что вступление закончено. Я хочу сказать, что вот эта вот воспитательная работа, патриотизм, нравственность, она красной линией проходит по всем учебным предметам. Если взять математику, то это задача, посмотрите. Если взять русский язык, упражнения, тексты, литературное чтение, окружающий мир, всё красной нитью проходит, вся воспитательная работа. Технология. Технология, рисование, музыка. Если взять все предметы, то да. А вот про открытки мы уже поговорили. Вот рисование. На рисованиях у вас же есть специальная программа, правильно? У каждого человека, педагога, естественно, своя программа, которая утверждена, Министерство образования и так далее. Вот в эту программу, вот по рисованию элементарно, включаются там рисунки патриотического направления. 23 февраля, да? 9 мая. Обязательно. 9 мая обязательно. 9 мая, 23 февраля. А вот помимо всего прочего, ещё что-то есть? Конечно, есть. Много тем о природе рисунков. На природе, когда мы проходим... Да, это патриотизм, сохранение своей природы. Мы проходим теорию, там, значит, перспектива, допустим, да? Что такое перспектива проходит по рисованию, да? И вот, пожалуйста. И линия город. Именно мы... Построим наш город, отношение к городу. Именно на уроке мы рисуем пейзаж и своей родины, и показываем перспективу. Что такое перспектива? Это с первого класса, вот ребятишки. Я, честно говоря, уже не помню. Теория проходит, да. С первого класса. Прошло? Я не помню. С первого класса всё идёт. А вот уроки труда, Марина Витальевна озвучила, вот на уроках труда что происходит? Совершенно верно. Тоже на каждом уроке труда обязательно есть эта линия нравственности, воспитания. Ну, взять те же открытки к Новому году, 8 марта, 23 февраля, ко Дню пожилых людей. Мы каждый год принимаем участие тоже в этих акциях. Первого мая, 9 мая, День России, День нашей любимой республики. Вы посмотрите, что они изготавливают, и они же дарят родителям пожилым. На данный момент я могу только сказать и заручиться чётко, что 21 школа активно участвует ещё, когда в ноябре проводится в нашем городе, в Губинском округе, Декада Володи Губина. Вот, очень яркие. Кстати, уважаемые зрители, телезрители, радиоуслушатели, 24 апреля будет передача, которую я буду проводить, и пригласим мы гостей парта героя. Пожалуйста, обязательно посмотрите, это будет очень интересно. И в нашей студии будут дети, которые первыми сели за эту парту. То есть вот их эмоции, их настроение. Педагог, который это придумал, который это воплотил в жизнь, это будет очень интересный рассказ. 24 апреля я приглашаю вас к себе на передачу. Итак, продолжим. Марина Витальевна, ну вот наша передача вся крутится вокруг вас. Во-первых, как-то вы продуманно надели белый цвет такой. Поневоле обратишь внимание. Поэтому принимайте удар на себя. Что говорится, почти вся передача вот в этом русле идёт у нас с вами. Вот, и ну... Хотела сказать, что Ольга Владиславовна много лет у нас была в нашей школе 21-й председателем общешкольного родительского комитета. Благодаря ей и её вкладу... Началась реклама. ...воспитание. Да, мы столько ярких мероприятий провели. И самое главное, мы говорим о нравственности, да? Вот она нас подвигла на то, чтобы обратить внимание на детей, которые в данный момент находятся без попечителя родителей. Сколько у нас пожилых людей и инвалидов, которые находятся в селе Капитоновка, да? И, может быть, у кого-то из них вообще нет ни родных, ни близких. И благодаря вот таким акциям «Дети, дети» и, значит, уважение, воспитание, уважение к пожилым людям, мы ездили в Капитоновку с концертами. Дети своими руками с помощью родителей делали замечательные открытки и поздравления. Дети детям акции, значит, мы вообще раньше проводили до пандемии три раза в год, то есть осенью констовары и игрушки. Это для детей, которые находятся в реабилитационном центре, временно оставшихся без попечения родителей. На Новый год мы им сладости собирали. И в конце учебного года тоже игрушки, сладости, значит, и констовары. Потому что дети там постоянно меняются. Его возраст от трёх до шестнадцати лет. Да, детки там очень разные. И в Капитоновку ездили мы не с пустыми руками. Всегда с подарками. С подарками, да. Вы знаете, для любого человека пожилого, который находится на попечении государства, так скажем, не хватает внимания. Ну да, у них есть там сиделки, у них есть медсёстры, у них есть врачи. Но элементарного, тёплого отношения. Вот подойдёт малыш, первоклассник, обнимет дедушку или бабушку, даст ему открытку, там даже конфетку. Вы представляете, у них слёзы на глазах. А мы приехали ещё из концерта. Ольга Владиславовна спела, наши дети пели. Марина Витальевна, сегодня не про меня. Ну, благодаря вам, потому что мы это воплотили в жизнь. Вот это идёт тоже красное время. Что радует, то что это продолжается. Конечно, да, и продолжается. И с реабилитационным центром, вот считайте, мы уже практически 10 лет работаем. Меня все знают, мне стоит только туда позвонить, и они нас ждут всегда с простёртыми. А вот когда привезём подарки, придут дети большие, взрут, ну там вот 18, 16, 13. И когда вот эти подарки ему вручаем, правда, был же случай, когда даже ребёнок заплакал. И, в общем, когда вот это вот видишь, действительно думаешь, не зря это всё делаем. Мы-то с вами это всё знаем, да, мы с вами это всё прожили. Когда видят те дети, которых мы туда везём, эти подарки дарить, петь эти песни, читать стихи. Вот для ребёнка это, насколько важно, что он в семье, он же тоже начинает ценить. Если тот ребёнок, вот, и отлучён сейчас, ему тяжело, он ценит то, что ему привезли, то наши начинают ценить то, что они уже в семье. То, что они в семье, да, и они меняются отношения к родителям. Да, и у них другое отношение совершенно к этим детям. И в Капитоновку мы вот ездим, да, это у нас с вами получается, ну, два огромнейших плюса. Детки, которых мы везём, они видят, вот, как это трудно, то есть они уже к родителям меняют отношения. И те люди, которые там получают, ведь с пустыми руками никогда не ездим, помимо концертов, там иногда звёзд мы туда можем привезти, да, помимо всего прочего, мы же едем ещё и с подарками, да. То есть вот настолько много плюсов, а разве это не патриотизм? Дорогие друзья, это и есть воспитание патриотизма, это и есть патриотизм внутри нас, наших детей с вами, тех людей, которые сидят в зале и ждут нас. Полный зал ждёт всегда. И коллектив-то как ждёт, коллектив как радуется. Ну и потом они начинают понимать, что семью-то надо ценить, маму, папу, всех остальных, бразы, ценить. Да, пускай у этих деток, вот, пускай у единицы-то отложится, но оно же отложится. И всё, и мы с вами уже молодцы. Когда я сказала своим детям, что мы в конце апреля снова поедем, и мы уже готовимся, и дети, родители очень рады. Очень радуются. Конечно, и другие классы мы тоже подключили, они теперь с нами одной дорогой. Марина Витальевна, я вот сейчас так поняла, что очень масштабно всё получается. Стараемся. Очень стараемся. Вот мы как бы подхватили акцию помощи животным бездомным, и тоже очень активно откликнулись и родители, и дети. Мы увезли им корм, увезли лотки, и нас там встретили, и дети пообщались вот с этими кошечками, которые там. И когда мы вышли в приюте, и когда мы вышли, мы ещё продолжили разговор, что ребята, если приручил, так отвечает мы за них в ответе. И то есть уже вот какая-то изюминка у них всё равно останется, что нельзя животное бросать. Конечно, это живое существо, за него надо донести ответственность. Это вот очень даже воспитательную линию хорошо проводится. Вот начальная школа закончилась, потом идёт пятый класс. Он установочный, он вообще очень тяжёлый класс, да, ребёнку тяжело адаптироваться к новому педагогу. Ведь от вас, как от мамочек, их оторвали, правильно? Согласна. Им очень трудно к нескольким педагогам сразу привыкнуть, у каждого свой характер. Вот я думаю, что вот именно пятый класс установочный для нового классного руководителя, вот всё-таки он очень важен идти в связке с учителем начальной школы, чтобы дети вас где-то рядом видели. Это происходит? И как это происходит? Это очень... Вот у меня, допустим, сейчас в данный момент в школе, это мой второй, это мои шестые, и это мои десятые. В десяток, правда, осталось. Но ребятишки все всегда приходят. Если десятые классы у нас как-то получились, они по разным классам, то шестые классы, они вот как пошли единым коллективом, так и они. И у нас вот, допустим, у моего класса Валентина Александровна, мы с ней всегда встречаемся. Я знаю, чем дышат, чем живут дети. Где-то поддержишь, где-то даже порой и пожуришь кого-то. И связка у нас вот такая вот общая, это обязательно. Ну, согласитесь, это очень правильно. Так должно быть. Ну, и мы пытаемся возродить всё-таки вожатых. Эти же дети постарше, они играют с нами. Мы их приглашаем, они с ними на перемене пытаются играть, пытаются подружиться. И частичку своего тепла, так скажем, малышам отдать чему-то. Может быть, их даже научить хорошему, доброму. Вот, интересно, вот новая вот эта программа «Орлёнок», да? Будем надеяться, что там всё-таки вот это вот есть. Хотя у вас в школе сильный такой президент с министрами. Мы этих ребятишек сюда приглашали с их лидером. Очень сильная команда. Но их же не так много. Таких больших, ярких активистов, детей. Взрослых-то активистов мало, по пальцам можно пересчитать. А тут детки. Конечно, у них руки не доходят, да, за всеми где-то что-то помочь. И у них и время ограничено, им надо и заниматься много, и экзамены, и родители, и дома нагрузка. Это вполне понятно, что есть такая большая команда. И, конечно, если в связке с этими детьми вести работу... Ну, я-то знаю, что у вас так оно есть, на самом деле. Я пытаюсь побольше рассказать. И в этом парламенте-то наши дети есть. Да, это же ваши учащиеся. Да, это те ребятишки, которые как раз вышли однажды. Да, и Гаврил Валерьевич очень сильный, такой хороший лидер. Поэтому это очень важно, что он у вас есть и поддерживает вас, и помогает вам. Вот мы будем завтра буквально встречаться с ним на мисс и миссис. Будет завтра проходить у вас такой конкурс внутри школы. Тоже довольно патриотичный момент. Тоже объединяет детей, вот тех, кто придет, особенно поболеть, да, сплачивает, да, поболеть. Разные поколения. Абсолютно верно. Посмотреть, кто что может, на самом деле. Не каждый может в течение дня показать там свои акробатические тюды. А тут ребенок раз и вышел на сцену и что-то показал. И половина просто вот глаза открылись. Ага, человек-то вот какой интересный, хотелось бы с ним подружить, пообщаться. Тоже очень такие важные моменты. Я знаю, что школа у вас очень яркая, потому что сама просто много лет в ней провела. И, конечно, затеяв эту передачу, если потом цикл передач будет продолжаться, я буду приглашать педагогов из других школ города тоже. Это очень интересно. Но начать вот захотелось именно с вас, зная вот вашу активную такую жизненную позицию, еще просто как людей. Ведь все мы разные. И учителя тоже на самом деле разные. Из родителей кто-то доволен, кто-то недоволен. Директор кем-то доволен, кем-то недоволен. Но такое ощущение у меня вот за много лет с вами общения и именно вот работы по общественным каким-то ярким моментам. Я сама беспокойный человек, мне все время надо что-то делать, новое придумывать. И потому как вы откликаетесь, я думаю, что вы все-таки костяк такой школьный, костяк, внутришкольный костяк, который именно вот ярко, самодостаточно ведет к воспитанию патриотизма внутри школы. И это очень важный момент. Может быть, это еще советское воспитание много сказывалось. Согласна. Вот согласна. Действительно. И я думаю, что и наши радиослушатели, и телезрители с нами согласятся. Все-таки то, что мы захватили, а вы особенно захватили, момент советского воспитания, вот нас научили, да, вот любить. И то, что это возрождается, я просто счастлива. Вот честное слово. Это настолько очень важно. Но по глазам вашим вижу, что вы тоже у вас у всех слезы сразу такие, да, ностальгия. Будем надеяться, что это движение «Орленок» все-таки даст такой яркий прорыв. Потому что пока это все есть на самом деле, но дети еще боятся где-то ярко выходить. И мы не можем тем детям, которые могут создать какое-то движение, дать правильное название этого движения, да? Задать правильный, более точный вектор, чтобы не ошибиться. И когда появляется, так как вы обязаны работать по законам Министерства образования, и шаг влево, шаг вправо не всегда есть, правильно? Ну, чтобы сплотиться детям, детям необходимо детское движение. Вот когда мы его подобрали, у нас дети стали сиротки. А вот сейчас их нужно снова сплачивать, и вот это детское движение должно возродиться. Это очень важно, конечно, это очень важно. Потому что и приобщает, и дружит они, направляет. То есть вот это единение все равно дает хорошие плоды. Даже вот если, я помню, у нас в классе кто-то отставал по учебе, лучших говорили, вот поднимайся, подтянись, да? Или староста там у нас были, старосты Звенив, у нас же классы были разбиты. Звенивые. Да, да, вот это все было. Когда нас приняли в октябре, это, боже мой, этот значок, он у меня до сих пор хранится. Конечно. Это значок дорогого, что, наверное, пионеры. Значок комсомольский. А с галстуком, да, мы даже не застегивались, было холодно. Когда нас принимали. И мы не застегивались, мы давали клятву пионера, и мы прямо гордые шагали, что все, мы доросли, мы достойны этого галстука. Ну, а когда мы вступали в комсомол, конечно, это вообще было что-то неземное, потому что мы тут отчет такой мощный несли, да? Учебная деятельность, это сейчас тоже красной строкой идет, где дети друг другу помогут. Девушки, дорогие, вот у нас осталась буквально минутка. Быстренько вот так. Мало времени, мало. Нам все время не хватает на передачу времени. Вот давайте быстренько. Просто пожелания нашим детям. Одно. С полоченности. Так, дорогие друзья, всем здоровья, радости, любви, близких, уважения ко всем. Взаимовыручки. Обязательно детям вот это вот, чтобы друг друга поддержать, чувствовать плечо. Дорогие наши родители, наши дети с вами замечательные, потрясающие. Верьте в них, и все у них получится. Поддерживайте, помогайте. И все будет замечательно, потому что с вами рядом всегда наши замечательные учителя. Всего доброго вам, счастья, здоровья. Берегите себя.